Ноев ковчег, согласно Библии, это судно, построенное Ноем по повелению Бога, для спасения от потопа своей семьи, а также всех животных, по паре особей каждого вида. Согласно Библии, в те времена произошло большое нравственное падение человека. Но жил в те времена человек праведный и непорочный, угодный Господу, и звали его Ной. Бог повелел, чтобы длина ковчега была 300 локтей, ширина – 50 локтей, а высота – 30 локтей. Также он повелел Ною сделать отверстие в ковчеге и в локоть свести его вверху и сделать дверь в ковчег сбоку. Устроить в нем три отделения. Эти отделения, этажи, должны были находиться одно над другим. Сам ковчег следовало сделать из дерева гофер и осмолить смолой его и отделение в нем внутри и снаружи. Больше ничего не говорится. К возрасту 500 лет Ноя имел трех сыновей – Сима, Хама и Афита. Ко времени окончания строительства Ною было 600 лет. По масорецкому тексту, Ной родился в 1056 году от сотворения мира. Ной сделал все так, как повелел ему Бог. По окончании строительства сказал Бог Ною войти в ковчег со своими сыновьями и женой, и с женами сынов своих, и ввести также в ковчег из всех животных по паре, чтобы они остались в живых. И взять себе всякой пищи, какая необходима себе и для животных. После чего ковчег был затворен Богом. Через семь дней излился дождь на землю, и продолжалось на земле наводнение 40 дней и 40 ночей, и умножилась вода, и подняла ковчег, и он возвысился над землей и плавал по поверхности вод. И усилилась вода на земле чрезвычайно, так что покрылись все высокие горы, какие есть под всем небом. И лишилась жизни всякое существо, которое было на поверхности земли, остался только Ною, что было с ним в ковчеге. Вода же усиливалась на земле 150 дней, после чего стала убывать. И остановился ковчег в седьмом месяце, в семнадцатый день месяца, на горах Араратских. Вода постоянно убывала до десятого месяца. В первый день десятого месяца показались верхи гор. К первому дню следующего года иссякла вода на земле, и открыл Ною кровлю ковчега, и во втором месяце, к двадцать седьмому дню, земля высохла. Сказания о потопе встречаются в мифологии, других ближневосточных народов, а также в Индии, Бирме и других странах, однако до нас практически не дошли описания судов, на которых спасались персонажи этих сказаний. В середине девятнадцатого века англичанин Генри Лиерд обнаружил много клинописных глиняных табличек в руинах Вавилонской библиотеки в Ниневии и отправил их в Британский музей, где они хранились в запасниках. В 1872 году сотрудник музея Джордж Смит расшифровал их, на них был записан эпоса Гильгамеши. Смит обнаружил сходство между эпосом Агильгамеши и библейской историей Аноя. После этого на территории Ирака археологические экспедиции обнаружили следы большого наводнения с датировкой не менее 5000 лет назад. Потоп также описан в более раннем сказании об Атрахасисе. В обоих текстах герой строит судно и спасается от наводнения. В 2010 году исследователь Ирвинг Финкель из Британского музея обнаружил клинописную табличку с описанием сказаний об Атрахасисе, в которой, между прочим, сообщалось и о форме корабля. Табличка датируется примерно 1700 годом до н.э. По тексту судна, на котором спаси Атрахасис, было круглым и сделанным из тростника, о размерах этого судна ничего не говорится. Согласно рассказу, сообщивший Атрахасису о грядущем потопе Бог, велел ему разрушить его жилище и сделать из тростника круглый корабль, длина и ширина которого были бы равны, оставь имущество и спаси жизнь. После строительства Атрахасис зашел внутрь и велел оставшемуся снаружи слуге законопатить вход, таким образом сумев спастись от наводнения. В средние века люди не решались искать ковчег, поскольку в некоторых летописях говорилось, что в тот день, когда будут найдены остатки ковчега, может наступить конец мира. В 1955 году французский промышленник и исследователь Фернан Навара, 8, предпринял экспедицию на Арарат, из которой привез остатки доски, отломанной, по его словам, от деревянного острова, предположительно являющегося ковчегом. Некоторые из проведенных исследований частично подтверждали возраст дерева в 5000 лет, однако все они являлись весьма субъективными и вариабельными.